Друзья, вы спрашивали, как добыть алмазов, не донатя на шахты Китая. В группе Mobile Legends Game Moba проходят регулярные розыгрыши алмазов за репосты, за подписку, за видео и многое другое. Кроме того, в постах смешные видео, арты, комиксы, косплеи. И прямо сейчас проходит алмазный конкурс, ссылка в описании. Привет, друг, это Зверько. Ждёшь фармиса? Ха! Разрабы сказали, ещё подождёшь. И выкатили стрелка Грейнджера. Давай разберём, как же им играть. Казалось бы, типичная АДК. Жми атаку и все дела. А нет. Что пропустит большинство игроков, так то, что базовый урон и скорострельность у Грейнджера низкие. Это значит, что при равном фарме в противостоянии АДК на автоатаке, мы на Грейнджеры будем получать по щекам раз за разом. Что делать? Давай, друг, обратимся к навыкам. Их мы можем использовать сколько угодно, потому что маны нет. Ограничение лишь перезарядка. Пассивка. У Грейнджера барабан на 6 патронов, где 6 патрон будет наносить 100% крит. Конечно, написано, что выстрелы мощные, поэтому держи ограничение лишь 50% ускорения автоатаки от предметов. Короче, забудь про стандартную скорострельность. Первый навык. Как у старого Клинта. И еще куча игр, где фигурируют стрелки. Грейнджер мгновенно заряжает барабан и начинает стрелять на ходу в выбранном направлении. Криты в этой очереди? Забудь. Только последний патрон. Урон, в принципе, неплохой. Да еще сокращает перезарядку второго навыка. Но, если ты играешь не против дебила, то человек начнет мансить из стороны в сторону, чтобы не словить всю очередь в грудь. Также враг может спрятаться за крипами или мобом, и пули уйдут в первую цель. После использования навыка. Короткая перезарядка барабана. Примерно в полсекунды. Также и после ульты. Второй навык. Прыжок с усилением последующих двух выстрелов. Баф держится 5 секунд. Скачок для стрелка это всегда хорошо. Это же как вспышка, да еще и с усилением. 20% на шестом уровне. Ульта. Это три мощных выстрела, где последний критует. С последующим уходом на КД барабана. Тратится за выстрел два патрона за раз. Но если, например, с руки выбиваем 338 хп, то выстрел ультой 466. Маловато, да? Но главное, стреляет далеко, есть урон по области, перекатывается между выстрелами, и если не отстрелял весь барабан, немного сократится КД навыка. Пули, пролетая сквозь крипов, взрываются противника, нанося урон по площади. И вот это хорошо. Основное назначение ульты это артподготовка. Дело в том, что над попаданием замедляют противника на 80%, что позволяет лучше отстрелять первый навык. Что же взять с дополнительным навыком? Сам стрелок весьма подвижен. Даже во время ульты можно перепрыгнуть за стенку между выстрелами. Поэтому рекомендую взять очищение. Эмблемы. Тут можно взять бойца через второй навык, для большего вампиризма с навыков. Но мне понравился через второй перк стрелка. Это ускорение бега очень помогает следовать за целью. Сборка. Тут последними изменениями немного развязали руки. Но особо в сборке не разгуляться, ведь навыки не критуют от предметов. По крайней мере сейчас. Волшебные сапоги. Почему же они? В нынешней мете стрелки при хорошем пике не успевают расфармиться. Бой заканчивается раньше. Но имея штраф к скорострельности, будет быстрее фармить с этой обувью. Потом можно будет поменять на магические сапоги. Сразу берем клинок отчаяния. Как показали тесты, через клинок получается быстрее фармить. И проще добивать уже убегающие цели. Топор кровожадности. Грейдж заточен под навыки. Ими и будем исцеляться. Но не одними навыками порой приходится сражаться. Поэтому добавим бесконечную битву. У нее отличная синергия со вторым навыком и ранним отчаянием. Обычно на этом бои заканчиваются. Но если бой затянулся, то... Ярость берсерка, чтобы вносить урон, пока навыки на кд. И злобный рык. Я заметил в этом сезоне, что многие забыли. Игра про уничтожение башен и трона, а не про фармки лов. Надеюсь, ты не будешь это забывать. А злобный рык поможет сносить башни. Тактика. Линия не принципиальна. А основная тактика у Грейджера – бей и беги. Хотя и бой у него тоже на бегу. Запомни основную очередность. Второй навык, потом первый, два выстрела с руки и у нас уже перезаряжен второй навык снова. Это применяем и в массовых боях, и в фарме, как можно ускоряя приток золота. При фарме сначала добиваешь весь барабан, чтобы сработал крит. И только потом применяешь первый навык. Так делается, чтобы не терять гарантированный крит. Инициация. А вот тут придется попотеть. Ульта не наводится автоматически на дальние цели. И надо прицеливаться ручками. Первый выстрел часто придется совершать, ориентируясь по карте. Итак, попадаешь ультой, подкатываешься и совершаешь еще два выстрела ультой, сокращая расстояние каждый раз. Потом прыгаешь вторым навыком, прожимаешь первый навык и, если все сделал правильно, у тебя есть два усиленных выстрела и еще один прыжок, который усилит еще два выстрела. С помощью этого и добиваешь цели. Ульта первыми двумя выстрелами помогает замедлить нужные цели. А вот третий выстрел дает ощутимый урон. Также пользуйся этими знаниями в групповом файте. На этом все. Надеюсь, гайд поможет тебе освоить персонажа. Если видео понравилось, подпишись на канал, поделись видео с друзьями и поставь свою чудесную лапку. Удачи, друг! Субтитры подогнал «Симон»!